Тусклая глобула комета CG-4 на расстоянии 1300 световых лет от Земли находится в созвездии Кармы. Голова этого облака размером в 1,5 световых года, а ее хвост 8 световых лет, конечно же, во много раз больше, чем настоящие кометы Солнечной системы. Массы этого облака хватит на формирование нескольких звезд Солнечного типа, и именно сейчас этим оно и занято. Как именно получилась такая форма, пока не ясно, возможно, в ней поучаствовала гравитация останков сверхновой вела чуть правее центра, во главе туманности Гамма, вытянув изначально сферическую глобулу в настоящий кометный хвост. Спиральная галактика левее центра вносит дополнительное оживление в кадр, хотя на этой сцене выполняет роль фонового статиста, уж очень далеко она находится почти 100 миллионов световых лет. А сами останки сверхновой вела, настоящий веночек на ее могиле, представлены на втором снимке. Тонкие завитки останков сверхновой вела в созвездии паруса, изящные светящиеся волокна газа, оставшиеся после мощного взрыва сверхновой, разлетаются по вселенной во все стороны, обогащая тяжелыми элементами пространство вокруг. Когда-то давно, 11 тысяч лет назад, это сверхновое должно быть озарило своим ярким светом небо Земли, оставив после себя крошечную плотную нейтронную звезду, сам пульсар вела на расстоянии 800 световых лет от нас, который погружен в туманность имени Коллина Стэнли Гамма. Сам же пульсар вела, диаметром примерно 20 километров, совершает 11 полных оборотов в секунду быстрее, чем ротор вертолета, выбрасывает в пространство реактивные струи, джеты, материала, летящих со скоростью до 70 процентов скорости света. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok